дорогие друзья всем привет сегодня моё видео будет не из дома я приехала к своей подруге на помощь вот этот фронт работы который вы видите это две прекрасные красу и которые мы сегодня будем с вами обрезать я вооружилась ножницами поэтому давайте приступим сразу же к работе я их придвинула к стенке поскольку они самостоятельно сами не стоят то есть они заваливаются обе прям бог тянулись к солнышку направление стволов у них идет ту сторону наклон поэтому самостоятельно они не стоят возраст ориентировочно 10 лет и той и другой красу ли стволики хорошие крепкие вообще растения здоровая единственное что хозяйка забывают поливать но хорошо что это растение она впитывает влагу в свои листочки а потом питается этой влага вот сейчас я трогая эти листья понимаю что они хотят пить то есть они уже становятся такие мягонькие сейчас я оставлю сначала одну красотку так как я поставила ее даже повыше немножечко чтобы вам было удобнее и рассмотреть полностью вот заваливается она получается вот так вот на меня то есть мне приходится ее буквально держать за стволик вот это вот часть она тяжелая явно она перевешивает поэтому будем сегодня делать кардинальную обрезку убирать лишнее чтобы ствол у нас был прямо стоячий второе видео будет о том как я буду их пересаживать но это уже в следующий раз сегодня мы будем делать только обрезку поскольку и пересадку и обрезку будет тяжело перенести красу ли поэтому лучше сделать это по очереди есть некоторые правила обрезки о них постепенно буду рассказывать во первых это средств я должен быть обязательно ровным берите вот этого цветка идет такая загибулина то есть мы ее будем полностью срезать таким вот образом решила я камеру переставить поближе чтобы вам было все видно наглядненько вот видите у нас красу вы идут вот такие вот сегменты то есть я обязательно обрезаю отступая один сантиметр чтобы вот этого часть она постепенно начнет подсыхать и сама отпадет чтобы вот этот молодой росточек у нас не погиб вообще конечно такие растения красу и вообще не только их нужно формировать сразу же то есть как только стволик начал утолщаться сразу нужно прищипывать обрезать веточки чтобы растение принимала красивую форму на сегодняшний день мы с вами обязательно должны оставить хотя бы один либо листочек на стволике либо мы такой вот молодой побег потому что если мы их срежем то вот эти вот стволики большие они могут просто засохнуть те веточки которые вы например сомневаетесь обрезать или не обрезать лучше оставьте как говорится действует золотое правило 7 раз отмерь один раз отрежет ну и смотрим на следующую ветвь она тоже у нас уже видите здесь стала наклоняться поэтому я ее обрезаю я оставляю на ней тоже вот так вот один молодой побег ну и переходим с вами вот к этой ветке смотрите вот она идет толстенькая вот этот вот вот это вот веточка молодая здесь у нас растет здесь и вот тут они вверх пошли вот эти ветки у нас вниз растут у нас нет такой задачи до что было такое плакучие деревце кто-то именно формирует так чтобы ветки росли вниз и она вот так вот развивается со всех сторон да вот так вот но нам наша задача сделать все таки деревце виде штамба поэтому мы сейчас будем обрезать вот эту вот всю веточку вот так так мне надо как-то обрезать чтобы это все не упало вот этого ветка идет вниз я оставляю небольшой такой вот пенечек один сантиметр потому что в принципе вот этого . вниз мнение нужно так переходим к следующей веточки эта веточка очень хорошо разрослась вот у него молодые побеги единственное что вот этот вот вытянувшийся сегодня мы его вот так вот обрежем эта веточка вниз растет уже она здесь нам не нужно поэтому тоже будет срезаться а вот это вот ветка будет обрезана вот так одной рукой мне приходится держать ее другой обрезать поэтому вот так пока я обрежу вот эту веточку вот по это место чтобы поддержать вот эту веточку чтобы опять же она не засохла поэтому будем ее обрезать вот так ну и саму верхушку таким вот образом так ну и давайте приступим к следующей веточки вот к этой то есть вот она идет такая разветвленная вот идет один стволик и от нее разветвились две веточки она впоследствии тоже под тяжестью своих веточек может наклоняться поэтому мы ее обрежем вот в этом месте видите вот здесь вот молодые почки проснулись обрежем вот так это все будет укореняться выбрасывается ничего не будет так ну и вот это вот веточка вы такие загибулины здесь растут однозначно вот это вот все что растет вниз мы с вами обрезаем сразу же чувствую как деревце становится легче вот здесь вот спящая почка которая может проснуться и пойти вверх расти поэтому можно оставить пока один лист и поддержать вот эту веточку опять же с помощью этого листа и вот молодого побега то есть обрезаем пока вот так дальнейшем посмотрим скорее всего это все будет еще корректироваться и не один раз ну и осталось у нас последняя веточка вот она такая длинная здесь идут побеги вверх это очень хорошо вот так вот я вам еще разверну ее видите то есть она здесь уже начинает нас наклоняться можно пока обрезать вот так по этот сегмент средств делаем ровные так здесь одну почечку оставим сейчас посмотрим как это все выглядит вот эту часть можно было бы тоже срезать вот так но у нас получается вот эта часть она перевешивает толстянку чтобы немного на сегодняшний день уравновесить вот этой веточкой то есть я ее пока срезать не буду вообще по идее я бы ее срезала вот так но мы уже посмотрим дальше с вами как она обрастет после пересадки то есть через месяц ориентировочно ее ждет пересадка за этот месяц она еще обрастет и после этого уже будет такая формирующая обрезка то есть сегодня такая обрезка пока убираем точно то что лишнее все ветви которые точно нужно было обрезать мы с вами обрезали но сейчас вторая процедура не менее важно и сделать прищипку прищипку всем вот этим вот молодым побегом то есть толстые ветви мы с вами срезаем прямым срезом секатором а все молодые вот эти вот побеги мы будем прищипывать прищипывать таким образом что просто выкручивать выкручивать по два-три листочка верхних сейчас я посмотрю как лучше выкручивать все молодые побеги нужно для того чтобы они не продолжили активно свой рост до а молодые почки так и остались у нас точнее а спящие почки так и остались спящими поэтому чтобы нам спровоцировать вот на вот этих вот лысых ветках молодые почки мы прищипываем все зеленые молодые побеги то есть вот так вот беру и верхний листочек просто выкручиваю вот эту вот ветка растет у нас бог но пока я не хочу убирать я выкручу вот так вот эту верхушку но скорее всего вообще вот этот вот нужно будет полностью срезать но пока мы его оставим вот это вот ветка у нас самая верхняя самая шикарная богатая на молодые побеги здесь мы тоже все прищипываем но обязательно обращаем внимание направления наших веточек то есть вот два листочка да если мы прищипываем вот эту вот верхушку разветвление будет в эту сторону и в эту если мы прищипываем вот с этим листочком то веточка у нас пойдет в эту сторону и в эту то есть придет разветвление соответственно исходя из этого мы можем задавать направление нашим веточкам обычно я это делаю в шахматном порядке дам то есть если здесь веточки будет расти сюда и сюда то здесь я оставляю рост сюда и сюда чтобы они друг другу не мешали при дальнейшем росте прям берем два листочка и выкручиваем вот такие молодые почему я выкручиваю они обрезаю поскольку когда ты их выкручиваешь то есть там не остается вот этого пенечка и на этом месте то есть идет разветвление если просто мы обрезаем то у нас пенечек такой остается некрасивый который может дальнейшем дать только одну почку мы хотим 2 вот на этих макушках у меня не получилось выкрутить поэтому осталось остались пенечки ну вот смотрите вот такая сейчас у нас стала толстянка она стоит у нас уже самостоятельно все ветки которые ее утяжеляли наклоняли в одну сторону сейчас мы их срезали видите толстяночка стоит самостоятельно но вот вторая красотка сейчас я буду делать обрезку по такому же принципу то есть убираю я сейчас все основные ветки тяжелые которые загибулины те что лысые да мы будем обрезать также по первую почку чтобы сделать деревце не такое объемное размашистое а сделать более компактное то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас все ранки обязательно обработать толстые срезанные садовым варом Садовый вар выглядит вот так для заживления ран То есть прям пальчиком я беру или палочкой и обрабатываю все вот так вот ранки Обрабатываем полностью все срезы толстенькие, которые мы срезали, все которые зелененькие, можно не обрабатывать И у нас осталась вот эта вот одна веточка Вот таким вот образом она разветвится и это местечко будет у нас закрыто голое Вот так вот эти две красотки сейчас выглядят Сейчас они уже самостоятельно держатся в грунте Это очень здорово После обрезки не забывайте обработать ранки садовым варом Это обязательная процедура, чтобы не попала никакая грязь Обязательно пролить растения после таких манипуляций И поставить на прежнее место, желательно на южное окно, где много солнышка Чтобы скорее они наращивали свою зеленую массу Вот такое вот сегодня длинное видео получилось Все хотела подробненько вам рассказать Надеюсь вам оно понравилось Если да, то ставьте лайк Пишите свои комментарии Ну и конечно же подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео Следующее видео будет о том, как мы будем пересаживать красолы И конечно же посмотрим, как они разрастутся Ну а на сегодня я со всеми прощаюсь Всем пока-пока